Полезная инициатива. Именно так восприняли щелковцы предложение передать участок земли возле лицея номер 14 имени Юрия Гагарина из Минобороны в собственность муниципалитета. Мы уже рассказывали, что с такой просьбой обратились жители к главе городского округа Щелкова Андрею Булгакову во время его рабочей поездки в микрорайон Чкаловский. Здесь рядом с лицеем уже давно без дела простаивает здание, где ранее располагался военный госпиталь. Чтобы на его месте могли построить дополнительный корпус учебного заведения, по инициативе партии «Единая Россия» в минувшую субботу возле Дворца культуры имени Валерия Чкалова прошел сбор подписей. Мы хотели бы вместе с жителями решить вопрос передачи этого земельного участка из Министерства обороны. Тем более понимаем, что уже десяток с не больше лет просто он пустует. Нужен ли он? Мы не знаем. Но хотели бы, чтобы они нам передали, нам он нужен. Не только жители Чкаловского, но и неравнодушные щелковцы из других микрорайонов, узнав об акции, приехали, чтобы поставить свои подписи под обращением. Как, на ваш взгляд, будет лучше школе, если она будет расшириться? Конечно, будет лучше. Конечно. Это можно, во-первых, с точки зрения дополнительного образования. Это же нужно для наших детей, будущих внуков. У меня внуки, правда, уже взрослые, но тем не менее. Но есть маленькая, которая только пойдет в школу. Ей надо. Обязательно. Мы пришли с целью оставить подпись, чтобы территорию лицея расширили, потому что учеников значительно больше, чем уже, собственно, само помещение школы. Надо улучшать условия. Директор лицея домер 14 имени Юрия Гагарина Елена Вороницына рассказала, что в учебном заведении не хватает учебных кабинетов и других помещений. Так как наш лицей 1958 года постройки был рассчитан на 640 человек, в то время учились эти дети в две смены, сейчас у нас учатся в одну смену. Для руководства Минобороны есть и еще аргумент в пользу принятия решения, позволяющего помочь лицею. Очень многие дети в микрорайоне Чкаловский города Щелково из семей военнослужащих. На состоявшейся акции сбора подписей под обращением было по-настоящему многолюдно. И это только начало. Сбор подписей продолжится. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.